В маленьком доме музея Элиза Ажешко нет свободного места. Десятки учёных и краеведов из Белоруссии, России, Польши, Украины и Литвы снова собрались здесь, чтобы вспомнить любимые произведения писательницы и поделиться свежей информацией. Коммерческий директор московского издательства Дмитрий Касаткин приехал с хорошими новостями. В одной из книг, которую приобрели на аукционе, найден уникальный первый перевод на русский с польского главного романа «Мейр Эзофович» Элиза Ажешко. Этот текст значительно отличается от того, который сегодня ныне широко известен, гуляет в интернете. И он столь разительно отличается своей концовкой, даже в содержании, что мы решили этот роман переиздать ещё раз. Именно в том авторстве того переводчика, как это произошло в 1880 году, то есть этому переводу 140 лет. Сейчас специалисты активно над ним работают. Оно будет переведено на современный русский язык. Разумеется, несколько экземпляров подарят Дому-музею Элиза Ажешко. Исследования и популяризация творчества писательницы не останавливаются. Они известны во всём мире, причём не только как чудесного мастера слова, но и как об обычной женщине, которая не представляла своей жизни без гостей. Надо вспомнить прошлое, надо вспомнить эти последние дни её жизни, когда вот эта вся улица была застелена соломой, а вот она сидела в той комнате, сидела в похожем, а может быть и в этом, но в похожем кресле, смотрела на улицу, и очень было ей тяжело, потому что болело сердце, а она хотела видеть мир. До последних часов и дней своей жизни. И вот уже третий год подряд возле Дома-музея зазвучала музыка вальса и полонеза. Бал, который так сильно любила Ажешка и к которому так трепетно готовилась. В это краю. Участниками могли стать все желающие. Для гостей организованы музыкальные и игровые салоны, бальные развлечения, викторины и конкурсы. Писательница часто устраивала приёмы и занималась благотворительностью. Традиции времен Элизы сейчас стараются возродить. С каждым годом всё больше пар хотят стать участниками одного большого бала и станцевать те самые польку, полонез и вальс, от которого когда-то кружилась голова у всех жителей Гродно. Юлия Сорока, Яна Мельниченко, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова